Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительных торгах этой недели. Наконец-таки долгожданная пятница и статистика по Канаде, которую мы ждем очень давно, еще больше мы ждем, конечно, заседания канадского регулятора в следующую среду. Но сегодня, как уже было отмечено, что-то вроде репетиции и фактически анонс того решения, которое может быть принято. Люблю проводить параллели, тоже из мира статистики. Можно сказать, что сегодняшний отчет по инфляции, это так же, как отчет от Американского института нефти, от API, предваряющий данные, собственно, Министерства энергетики. Это такой же отчет, как, к примеру, статистика от SDP, которая предваряет уже данные по Non-Farm Pails. Конечно же, в связях инфляции и решения о росте процентных ставок не такая прямая корреляция, но нужно понимать, что для канадского регулятора сейчас очень важно осознать то, что происходит с потребительскими ценами, очень важно понять, на каком сейчас уровне находится инфляция, и если мы будем говорить о стабильном росте, как минимум, нахождении в пределах целевого диапазона, целевого уровня, серьезных причин, из-за которых можно было бы отказаться от решения повысить процентную ставку на 25 байсных пунктов, собственно, и нет. Вероятно, если бы до сих пор Канада не пришла бы к общему знаменателю с Соединенными Штатами Америки по торговому соглашению, ужесточение политики можно было бы отложить. Как, например, вот тоже хорошая аналогия с Англией, где мы, может быть, и хотели бы увидеть рост процентных ставок, но понимаем то, что Банк Англии не станет этого делать, не станет повышать ставки до тех пор, пока не прояснится ситуация с Брельзиком. В отношении Канады все довольно однозначно, все просто. Я уверен то, что ставку поднимут, и, соответственно, сегодня с каким-то предвзятым оптимизмом, конечно же, я жду хороший сильный отчет по уроничным продажам и индексу потребительских цен, и надеюсь то, что у канадец с текущих уровней, а это практически минимальные значения для канадца с начала октября, котировки хай вчерашнего дня были в районе 1.30.90, считаю, что канадец может очень сильно потерять в рамках текущей торговой сессии уже на импульсе коррекционного снижения в начале следующей недели так вот прокатиться еще ниже до среды и там уже получить больший катализатор для распродаж. Крайне оптимистичный сценарий, особенно. Прошу меня не критиковать за это, это моя позиция, я считаю, что именно так оно и будет. Поэтому, друзья, если канадец входит в число тех активов, которыми вы торгуете, хочу пожелать вам удачи, если торгуете, опять же, делая ставку на его рост против доллара, уверен, что удача будет на нашей стране, потому что я разделяю точно такую же позицию. В 15.30 ждем эти отчеты, пожалуй, возможно даже, что именно статистика по канаде будет ключевой в рамках торгового дня, но параллельно у нас еще будет выступление Марка Карни, который возглавляет уже британский регулятор, в 19.10 по Москве и замыкать уже серию недельных важных стоящих интересных отчетов будет статистика Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов в США. Это релиз, который повлияет на нефть, хотя повлияет это даже громко сказано. Это релиз, который даст нам чуть больше информации по тому, стоит ли нам продолжать делать ставку на сохранение высоких темпов роста нефтедобычи в США. И забегая вперед, друзья, хочу сказать, что, скорее всего, стоит, потому что количество терминалов за редким недельным заключением продолжает расти. Если у нас складывается такая вот серия этих отчетов, когда количество терминалов сокращается, обязательно через 2, через 3, через 4 недели выходит отчет, который слегка компенсирует весь этот спад и снова поддерживает вот эту траекторию роста количества терминалов на довольно плавном значении. Если прям совсем вас интересует, как меняется статистика, можете найти на разных порталах хронологию изменения этого отчета и увидеть в том, что количество терминалов растет в целом. Штаты идут на новый максимум по этому показателю, потому что штатам нужно сейчас добывать нефти больше. И сколько раз мы уже поднимали вопрос, кто на самом деле сейчас лидирует по объему добычи. Все-таки Россия или уже штаты. Я думаю, что, ну, довольно такая интересная тема. И, в принципе, если в ней копаться, можно будет прийти к выводу о том, что штаты реально опередили российскую экономику. Друзья, давайте на этой ноте перейдем быстренько к нефти и также большими мазками проанализируем, что было в рамках вчерашнего дня. Low 78,69. Что это значит? Это значит то, что мы закрепились ниже 80 долларов за баррель. Сейчас 79,58. Все равно мы находимся ниже этой психологической полуатки. Распродажи нефти усиливаются. Распродажи нефти позволяют говорить о том, что на рынке зарождается, а может быть уже идет полный вход. Новый нисходящий тренд. Я бы даже сказал, что очевидно, что это уже не коррекция, потому что нефтянка потеряла больше 10%. Судя по всему, будет снижаться и дальше. Очень хорошая новостная поддержка. Это статистика по запасам нефти США. У нас практически месяц уже. Четыре недели подряд запасы увеличиваются. Мы понимаем, что из-за того, что сейчас продолжается сезон технического обслуживания, следующие недели, скорее всего, нас тоже будут радовать статистикой со знаком плюс. Рост запасов будет оказывать давление на котировки нефти. Мы постоянно говорим с вами про доклады ОПЕК, прогнозы ОПЕК, относительно того, сколько нефти будет добываться, относительно спроса на нефтянку. И если объединить все эти, собственно, составляющие новостные, они пронизаны одной ключевой темой. Друзья, это тема того, что спрос будет снижаться и, разумеется, предложение, по идее, должно было бы корректироваться в связи с этим, но предложение остается на очень высоких значениях. И я уверен, что на рынок все, скажем, активнее сейчас приходит осознание того, что Иран не является уже угрозой, поскольку только лишь за один месяц страны ОПЕК плюс слегка компенсировали все недопоставки со стороны Ирана и даже чуть-чуть выиграли, поэтому, допуская, что производство в Иране может еще сильнее просесть. Но это все равно компенсация уже очевидна. Мы детально с вами разбирали всю эту статистику, я ее, друзья, ну, к сожалению, наверное, не держу, честно говоря, в голове, потому что очень много цифр приходится анализировать. Если интересует и важно вам знать, насколько вот это сейчас превосходящее значение и насколько рост добычи выше, чем недопоставки, можете посмотреть о прошлой брифинге, особенно вот первые числа октября, когда мы как раз с вами и разбирали прогнозы, доклады ОПЕК и Международного аналитического агентства. Сегодня есть свежие цифры, актуальные цифры и данные. Это отчеты по состоянию китайской экономики со стороны ключевого импортера нефти, получается. И по Китаю мы с вами делаем очень много выводов о состоянии мировой экономики в целом, о потенциальном спросе на нефть в будущем. Так вот, темпы экономического роста снижаются. С 6-7% годового выражения мы уже видим очень скромные и смешные для Китая цифры 6,5%, это ничего не предел. Доказательства того, что торговый конфликт проявляет себя в негативном ключе для Китая, я думаю, они никому не нужны. Это очевидно, что Китай проигравший, ну, наверное, так и как и США. Но, учитывая, сколько все-таки Китай импортировал, полтриллиона долларов товарооборот, собственно, понятно, что, наверное, проблемы и ущерб от санкций и ограничений тарифных со стороны США для Китая будет более выражен. В конце концов, темпы экономического роста – это статистика, которая на виду. И хочется вспомнить и добавить, сделать ремарку о том, что Китай очень часто приукрашивает данные. Я полагаю, друзья, что на самом деле ситуация с экономическим ростом гораздо хуже. А если еще вспомнить вот очень громкую тему, которую на рынке обсуждали буквально два дня назад, о том, что только в небалансовый долг превышает 5,5 триллионов долларов Китая. Это задолженности, собственно, муниципальных правительства, которые кредитовались за счет подставных, собственно, организаций. Очень интересная тема. В частности, региональные, действительно, субъекты не имеют права превышать определенные нормы заимствования. Это жесткие правила, которые обозначены еще центральным регулятором. Ну, вот такие хитрые схемы и маневры, они используются многими, но настолько никто еще не заигрывался, как это происходит в Китае. Поэтому многие прогнозируют, что китайские предприятия и не только, собственно, в ближайшее время ждет череда банкротства и за неспособность исполнять свои долговые обязательства. Это, как карточный домик, может стать причиной тотального кризиса, который начнется в лидере среди развивающихся стран, быстро перекинется и на прочие площадки. Очень много, откуда сейчас дуют такие холодные ветра, это и штаты, где прогнозируется рецессия через пару-тройку лет. Это вероятность, конечно же, разная. Но чем, скажем, больше этот период, дальше этот период тема вероятность наступления рецессии выше. То же самое можно сказать и про Китай. Не знаю, где сработает этот пороховой заряд быстрее, но, в конце концов, все-таки вернемся к этому тогда, когда будет это более актуально. Сейчас мы работаем с тем, что есть в моменте. Поэтому, возвращаясь к нефти, друзья, вы видите, насколько много факторов сейчас сохранять короткую позицию. Надеюсь, что вы не мудрите и делайте именно это. 65,80 – это котировки рубля против доллара. Сегодня, после, конечно же, распродаж нефтянки, мы снова ожидаем давления на рубль. И вчера не смогли закрепиться выше 66. Думаю, что сегодня валюта американская реабилитируется и придет курс рубля. Это тоже более чем прогнозируемо и ожидаемо. Доллар иена 112.40. Можно сказать, находимся на максимальных уровнях за неделю. То есть, максимум были повыше после выхода протоколов. Чуть мы скорректировались вчера, но сейчас американскую валюту снова выкупают. В рамках торговой сессии четверга вышел отчет заявки на пособие по безработице. 210 тысяч, друзья. Это классный показатель снижения с 215 тысяч. Почему стоит сейчас говорить о заявках на пособие по безработице? Да потому что именно сейчас мы могли бы видеть куда более худший отчет, потому что он должен и отражает действительно последствия урагана Майкл. А с учетом даже вот этого стихийного бедствия, показатель по заявкам находится на лучших значениях за многие-многие месяцы. Это еще одна победа на американском рынке труда. Еще одно доказательство того, что Федрезерв все правильно делает, что сохраняет траекторию более высоких процентных ставок. Посмотрите, где находится сейчас 10-летний трежерис. Напоминаю, что это вообще лакмусовая бумага всего. В прямом смысле у меня есть знакомые, которые не следят за статистикой, которые не следят за отчетами, за настроениями. Просто глядя на доходности 10-летних трежерис, могут сказать в принципе о том, что происходит сейчас и с долларом, и с фондовым рынком, и с американской экономикой в целом. Выводы мы тоже сделали, исходя из показателей трежериса. Но в контексте доллара доходности американских казначейских облигаций, такие высокие, как по 10-леткам сейчас, это в районе 3-2%, это очень мощная поддержка для американцев. Поэтому нам удалось избежать повышенного спроса, собственно, на защитные инструменты из-за отсутствия соглашения договоренности по Brexit. Это хорошо. Это значит то, что мы локально можем выдохнуть, успокоиться с точки зрения того, что на рынке нет уже для наших идей каких-либо геополитических угроз, и можем спокойно ставить на дальнейший рост доллара. Евро против американца снижаемся. 1,1459 сейчас. В следующую пятницу СНП будет пересматривать кредитный рейтинг Италии. Уверен, он будет снижен. Соответственно, возвращение постоянно к итальянской теме. Кстати, сейчас проект бюджета передан в парламент. Я уверен, что он очень много критики спровоцирует, станет причиной недовольства со стороны ряда политиков. Эти выходные будут очень интересны. Друзья, соответственно, в понедельник мы уверены вернемся с негативом и снова с необходимостью говорить про то, что Италия наплевательски относится к тем требованиям, которые определены в качестве жестких фискальных правил для всех членов Европейского Союза денежными властями Европейского Союза. Соответственно, нарушение этих правил, не знаю, как будет караться в конце концов и какими мерами, но мы понимаем то, что прецедент нездорового уже, Италия не хочет теперь соответствовать этим правилам. И превышение дефицита бюджета больше, чем на 2%, это явный сигнал того, что Италия планирует и вовсе развивать экономику по собственному видению, не считаясь вот с этими жесткими правилами. Это плохой сигнал для еврозоны в целом, друзья. Это сигнал, который явно не способствует росту европейской валюты. Помимо итальянской темы, есть много других, за которых мы евро продаем. Это и сильный доллар, это отсутствие соглашения по Брекзиту, это и контраст доходности облигаций. И, собственно, очень актуальная тема сейчас, после последних данных по инфляции в рамках еврозоны, эта тема связана с тем, что рынок несколько перемудрил и перезаложился, если позволите такое выражение, под идею готовности Европейского Центрального Банка встать на тропу прочих регуляторов, которые начали менять монетарную политику в сторону большей жесткости. И я не поддерживаю идеи тех, кто ждет рост процентных ставок. Считаю, что очень много времени пройдет, прежде чем Европейский Центральный Банк все-таки анонсирует это решение. И вот это время нужно использовать, чтобы насладиться слабостью европейской валюты. Ждем, собственно, евро в районе 1.12-1.13. Фунт против доллара 1.3020. Здесь где не копнуть, там будет сплошной негатив. Статистика, роничные продажи просели. Думаю, это многомесячные минимумы. В частности, 3% в годовом выражении с 3 и 4. Что касается месячного, минус 0,8%. А спад с прошлого роста на 0,4%. Процентный контраст просто здоровенный. Что касается политической темы, то последние комментарии мы, я думаю, что, возможно, вы уже с ними ознакомились, мы признаны, что переговоры зашли в тупик. Соглашения нет, договориться по физической границе Ирландии, которая осталась в Европейском Союзе, и часть Ирландии, которая все-таки вместе с Англией выходит, никак не удается. И сейчас самая высокая вероятность того, что уже перестанут бороться за нахождение компромисса от стороны участвующих в переговорах, а попробуют поднять другой вопрос, это продление вот этой процедуры и продление процесса выхода Англии из состава Европейского Союза. В частности, председатель Еврокомиссии Дональд Туск уже отметил вчера, что если такая инициатива будет высказана со стороны Англии, то они ее поддержат. Друзья, вы должны понимать, что продление этого процесса имеет под собой очень много тревожных сигналов, в том числе и доверия, собственно, к Терезе Мэй. Потому что за выход из состава Европейского Союза проголосовали не просто так, есть сторонники того, что Англии уже нужно развиваться по своему независимому пути и перестать писать под дудку Европейского Союза. Соответственно, если процесс переговоров затягивается, если выход откладывается на неопределенное время, соответственно, это значит, что Англия будет оставаться вот это неопределенное время членами Европейского Союза с обязательствами платить взносы, которые предполагается делать каждой стране Европейского Союза. Поэтому очень много критики снова прозвучит в ближайшее время в адрес Терезы Мэй. Может быть, в конце концов, надоест это тем, кто имеет серьезный вес, и это приведет к вотому недоверию. Поэтому тучи и так были довольно темными, я думаю, что сейчас они уже черные для английской экономики. Продолжаем говорить о том, что все плохо, и, соответственно, продолжаем ставить на то, что фунт будет слабеть и окажется ниже планки 1.30. Австралия спосит в доллара 0.71.11. Друзья, вы знаете, вчера я признал, я отказался от продаж австралийца, потому что надоел уже сегодня, когда я по-новому взглянул на статистику из Китая, понимая, что Китай-то на самом деле все-таки больше пороховой заряд, чем казалось, я думаю, что можно все-таки вернуться к продажам австралийца, учитывая тесные партнерские связи. И думаю, что нам как раз нужно искать причины продаж австралийца не в монетарной политике Австралии, а в проблемах Китая. И с вашего позволения, давайте снова поставим на снижение австралийца только через затушку 0.70.90. Цель уже пониже, чем раньше. Это раньше ориентир был 0.70, сейчас уровень уже 0.68-0.69. По новозеландцу сохраняем длинную позицию 65-64, символичный профит в несколько пунктов, 15 пунктов, собственно, с того уровня, с которым мы купили. Нам нужно больше, конечно, ждем отметку 67, как минимум. И думаю, что по новозеландцу все-таки этот уровень мы с вами увидим. Потому что новозеландец, как показывают, последние, собственно, торговые сессии, сейчас больше заряжен на движение, исходя из национальной статистики. Вы помните и про бизнес-настроение в рамках Новой Зеландии, и про довольно удачные молочные аукционы, главные экспортные ресурсы, и про сильную статистику по инфляции. Пока что нужно все-таки сделать акцент на неплохие данные. Американский фондовый рынок снижается. Наша идея продажи Dow Jones USA 30 актуальна. Ждем 25 тысяч пунктов ровно. И снова говорил я не раз о причинах, почему нужно американскую фонду продавать. Надеюсь, что вы знаете, с чем связаны такие настроения. Если нет, можете пересмотреть последние брифинги. И по доллару канадцу, еще раз отмечу, друзья, котировки сейчас 1.3060. Я думаю, что завершим сегодня день ближе к отметке 1.29. И если уж совсем удача будет на нашей стране, после следующей среды будем уже лицезреть котировки ниже уровня 1.28. Чрезмерно оптимистичный сценарий, но кто-то сказал, что мы не имеем права закладываться под такие избыточные ожидания. Все-таки каждый торгует, будучи заряженными конкретно идеей. И я считаю, что идея ставки на рост канадца после повышения ключевой ставки Канады, это очень хорошая идея. И она может, собственно, привести к хорошему профиту и отработаться на финансовых рынках. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии, закрытия недели. Не забывайте контролировать риски, замечательных выходных. Проведите их хорошо. В следующей неделе это снова спекуляции, еще новые отчеты, за которыми мы будем следить, и старые темы, которые остаются актуальными. В общем, вы мне нужны, друзья, полной сил и бодрости духа. До встречи в понедельник. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok